В Приморье вступил в строй уникальный объект. Первый в России экологический туннель. Его задача обеспечить безопасность редчайшему на земле дальневосточному леопарду. Долгие годы машины и хищники делили одну территорию. Их встреча иногда заканчивалась трагедией. Сегодня люди сделали выбор в пользу диких кошек. Репортаж Макара Руденчика. В длину 575 метров, в ширину почти 10 и высоту 5. Нарвенский тоннель прорезает хребет горного перевала, по которому пролегает трасса, соединяющая Владивосток с самым югом Приморья поселком Хасан. Теперь люди уступили дорогу леопардам. Дикие кошки могут беспрепятственно ходить по своей территории там, где еще недавно шумели машины. Это первый экологический тоннель в России. Он построен в рамках программы по сохранению популяции дальневосточного леопарда. Курирует уникальный проект руководитель администрации президента Российской Федерации Сергей Иванов. Сегодня он и принимал работу у строителей. Тоннель оснащен самым современным противопожарным и противодымным оборудованием. Когда подметали тоннель, поднялся пыль, вот эти вот лучи, луч прилонился, и вентиляторы включаются. Сработали. То есть вы их проверили на практике. В этом месте автодорога долгие годы пересекала пути миграции редчайшего подвида леопардов на земле. И здесь живет в окрестностях этого туннеля девять мам. Девять мам-кошек. Наконец-то у них появится возможность спокойно переходить через сопку и не обучать детей правилам дорожного движения на дорогах Хасанского района. Вот так выглядела дорога через Нарвенский перевал раньше. Зимой не каждый внедорожник мог здесь проехать. Бывало, что в четверть и четверть попытки только его осиливали. Либо вообще обратно домой ехали. Либо сейчас вот сколько, ну минуту может ехал, потихонечку разглядывая. Все. Приятно. Были случаи, когда машины сбивали диких животных. Так в прошлом году на этой трассе легковушка задавила леопарда. Для сохранения редкого вида еще в 2012 году на территории Хасанского района создали национальный парк. Экологи усилили охрану от браконьеров и активно подкармливали копытных животных. Они основная добыча пятнистых хищников. Начинали с 30 леопардов. Сейчас их уже около 80. А в то время, я хорошо помню, многие ученые говорили мне, что все, черта уже красная пройдена. Погибнут эти животные. Точные данные, говорящие об увеличении популяции леопардов, ученые смогли получить благодаря современным технологиям. В тайге уже несколько лет стоят фото и видео ловушки. Эти кадры – уникальный материал для изучения. Уже за чашкой чая экологи рассказали Сергею Иванову о судьбе леопарда, которого в прошлом году пограничники нашли раненым в тайге. Зверь попал в петлю и лишился трех пальцев на правой лапе. Хищник, получивший кличку «Лео-80М» по номеру в реестре дальневосточных леопардов, уже прошел курс реабилитации. Сделали рентген. Мы хотим либо дальше хирургичную операцию. Вот, еще одно. Если он адаптируется и на то, что образуется, не будет кровоточить ламп. Нормально. Сегодня «Лео-80М» получил новую кличку. Пограничники предложили назвать его Николаем, потому что его нашли в Николаев день. Сейчас пятнистый хищник проходит медкомиссию. По результатам, экологи примут решение, выпускать его в лес или нет. Для зоопарков очень важна новая кровь, потому что давно она не пополнялась. И этот леопард может стать очень важным в зоопарке, даже может быть важнее, чем в дикой природе. Земля леопарда должна не только сохранить редкий вид дикой кошки. На территории парка развивается экотуризм. Уже сегодня все желающие могут совершить увлекательное путешествие по экологическому маршруту логова леопарда. Макар Уденчик и Ян Савицкий. Первый канал. Приморский край.